Всем привет! Сегодня мы приготовим вкусную ароматную тыкву, жареную по-китайски. Блюдо очень простое и называется оно Чао Нан Куа. Блюдо готовится предельно просто и перед началом его приготовления подготовим все продукты. Очищенную от кожуры и семян тыкву нарезаем довольно-таки крупными брусочками. Измельчаем кинзу, чеснок, лук крупно нарезаем. И также заранее подготовим крахмальную воду. Для этого смешиваем 50 мл холодной воды и 1 чайную ложку с хорошей такой горкой крахмала. Все продукты подготовили, можно приступать к приготовлению блюда. В блоке или в глубокой сковороде разогреваем 3-4 столовых ложки растительного масла, выкладываем лук. И чеснок. Помешивая, жарим все это до тех пор, пока лук не начнет становиться полупрозрачным и его края не начнут подрумяниваться. Когда лук станет полупрозрачным и начнет подрумяниваться, добавляем в блюдо тыкву. Если тыква не сладкая, 2 столовых ложки сахара. Если тыква сладкая, 1 столовую ложку сахара. Добавляем по вкусу, в зависимости от ваших предпочтений, 1-2 чайных ложки корейского перца качукару. Чайную ложку китайского гранулированного бульона. Если у вас куриного китайского бульончика нет, тогда блюдо нужно будет просто посолить по вкусу. Теперь перемешиваем все это и прогреваем хорошо тыкву. Тыква должна стать горячей. Когда тыква хорошо прогреется, вы увидите это по состоянию тыквы, она начнет поджариваться. Добавляем в блюдо 3 столовых ложки соевого соуса. Столовую ложку устричного соуса. Все это перемешиваем и помешивая готовим блюдо до готовности. Как определить, что блюдо готово? По тыкве тыква должна стать мягкой. Время приготовления зависит от сорта тыквы. Когда тыква станет мягкой, у меня тыква готовилась примерно 5 минут. Выливаем в блюдо крахмальную воду. Перед тем, как ее выливать, водичку нужно еще раз хорошо перемешать, так как крахмал очень быстро оседает на дно. Все перемешиваем и подождем, пока заварится крахмал. Происходит это очень быстро. Как только крахмал заварится, выключаем огонь. Блюдо готово. С полужаром можно подавать его к столу. Я надеюсь, что вам понравится жареная тыква, приготовленная по этому рецепту. А у меня на этом все. Всем приятного аппетита и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.